Привет-привет дорогие друзья! С вами MV921 и продолжаем смотреть с вами реплеи победителей на конкурсе медаль Колобанова. Это место у нас по порядку 11 и Т-54 конечно же, как же без него. Играет игрок, которого зовут Саша Луценко, или Луценко правильно, не знаю как. Ну и самое главное что? Бой начинается уже с того, что он меня уже удивил. Карта Перевал, известно всем, бой у нас с какого уровня получается? Девятый, поскольку есть еще и семерки. И заметьте, та позиция, которую сейчас будет занимать Саша, вот для меня лично была новинкой. Поэтому и вам как бы, так сказать, для справки. Ну во-первых, чем хороша позиция? Тем, что она позволит столько много чего контролировать, но об этом чуть позже. И вначале, для меня это непонятно, как вот вообще ребята все эти позиции следуют, они в тренировках их находят. Но потом на Т-54 это не самый такой воздушный танк, не самый быстрый и легкий. Как вот на нем, так вот непросто, но все же Саша заезжает до самого верха максимально, чтобы потом вот, когда танк начинает скатываться, все же он немножко вперед гребет. И короче говоря, вот он теперь на месте. Заметьте, какая забавная позиция, какие тут клевые текстуры. И интересно, что эта позиция, во-первых, позволяет и вон туда настреливать, где М-103 засветился, на, так сказать, водопады. И на воду внизу, если заехать, выехать с другой стороны. И мост свой контролировать. То есть такая центровая позиция, как я о ней не знал, ума не приложу. И вот очередной тот самый случай, когда каждый день чего-нибудь новенького да узнаешь. Саша почему-то тут кормой решает заехать, но в принципе не имеет значения, чем танк одинаково едет, что вперед, что назад. Мощность у него и там, и там равна. И пытается теперь посмотреть на подъем с центра. Тут тоже можно все это контролировать. Единственное, пожалуй, ограничение, которое есть в этом месте, то, что может быть каким-то образом арта будет здесь доставать. Но поскольку врага артиллерия одна, и она седьмого уровня, и прямо скажем, по игре это та еще арта, игрок в смысле этой артиллерии, арта-то хорошая. И он никак, короче, нашего героя тут доставать не будет. Ну вот лампочка загорелась, враги его тут засветили, и тут немножко он теперь начинает прятаться и поджидать. Потому что видно, что Супер Першинг тут что-то рвется в атаку. В это время, пока разворачивается вся эта баталия, ИС-8, М103 и Конкурор по низу, по леднику, начинают немножко на наших наступать. Вы это видите уже по мини-карте. Но пока они наступают, это, конечно, одно. А вот тут вот приехал Тигр Порше, еще он там с Тигром обычным приехал, с другом. И Супер Першинг еще здесь же, вот он наконец засветился. Ну и вот как раз тот самый случай, когда враг был просто шокирован своей беспомощностью тем, что, ну вообще ничего тут не сделаешь против такой позиции, которую занял наш герой. Ничего вообще уже не поделать. Поздно. Заехал неверное место, тем более на Супер Першинге еще 54-ку. Никак не пробить в те места, которые подставляет наш герой. И даже Тигр Порше не может пробить ничего там. Ну, в общем, вы видите, что здесь уже все совершенно без проблем. ИС-704 ставит большую... Точнее, не Супер Першин, а ИС убивает Супер Першинга. Дальше у нас здесь Тигр Порше также. Причем, заметьте, что интересно, наш герой зарядил не так много голды, как вы любите. Всего лишь 20 снарядов, все остальное ББшками. И, в принципе, да, по семеркам-то голдой стрелять совсем, наверное, расточительно. И все же, я считаю, что боекомплект тоже вполне себе годится. Но, когда попадаете в бои совсем тяжелого уровня, то я, наверное, не советую обходиться таким маленьким количеством снарядов всего лишь в 20 кумулятивов. Но это по мне так, конечно. У вас свои, наверное, взгляды. Ну вот, закончился Тигр Порше, теперь его друг Тигр Первый или просто Тигр Хэншель. Не знаю, почему его назвали Первым. Неужели это так важно, чтобы он был именно Первым? Ну, все же, это не самая главная, наверное, проблема. Теперь, заметьте, как Филигран разобрался с противниками, нанес 2500 урона, в ноль получил в ответ. Просто красавец. Теперь дальше. Пока разбирались с этими танками, в это время на леднике по А-линии трое тяжей, топовых причем, 9-го уровня, прошли уже к нам. И начинают теснить наших, ну, то есть, как союзников, союзников Александра. А в это время он замечает, что он бы с радостью им всем помог, но вот тут лев что-то оказался, и Т-28 стоит. И теперь, ну, прежде чем он не разберется с ними, никак нельзя это место все оставлять. И пока он с ним не разберется, нельзя приниматься за тех, которые поехали на ледник, потому что он будет тут зажат с двух сторон, просто расстрелян. И всякими левами, если, конечно, они пожелать вернуться. Ну, а теперь уже вернуться и для Саши. Не вариант, поскольку тут теперь нет пути назад, только вперед, только в атаку, потому как тут уже мертвая зона для подъема. На этом танке здесь уже не подняться. Вот, в принципе, так примерно я и думал, что здесь возможно забираться в горы, но, оказывается, места нужно знать. Ну, и теперь вы, в общем-то, знаете, это хорошее место, наш герой с него спускается, и, в принципе, заметьте, что, как он не сражайся, счет уже 6-8, он, конечно, делал все верно, до предела. Но враги кругом уже, враги прошли уже всю нижнюю половину карты, и центр заняли, там ИС-6 спустился, вот там кто-то уже стреляет по нашему герою, возможно, с балкончика, он убивает Т-28, добивает, точнее, не он, союзник и льва. ИС-6 еще на центре, и теперь еще его можно как-то здесь нагнуть, но хоть куда уже едь, везде нужна помощь, и на леднике, и по центру. Тут пролетает неожиданно на целую кучу, на 600 очков от 704-го, который с балкона стрелял. Вот подарок, и Саша понимает, что тут как-то не вариант, да и тем более уже пора на ледник возвращаться, помогать нашим. Ну, во все места, конечно, не успеешь, везде можно было пострелять, и тут ни в коем случае в вину нашего героя нельзя ставить, то, что так все происходит в бою. Он сражается, практически не упуская возможности по перезарядке, стреляет во врагов, и на этом, конечно, в этом он молодец. Ну, что теперь, смотрим дальше, что будет. Интересно, вот 704-й стоит на базе, он, причем, по ходу дела, ее дефит, заезжает первый враг, это ИС-8 в круг. Пока непонятно, за ним следом ехали 103-й и Конкурор, пока один захватчик, неизвестно, кто там еще, кто остался, может быть, встречать нашего героя. Но нет, кто-то второй заезжает, видимо, М-103-й, или вот третий мелькнул, то есть и Конкурор тоже заехал в круг. Такая, на секунду буквально можно было это заметить, но не знаю, заметил ли это наш герой или нет, но похоже, что нет, он боится, что его встречают. Но я вот лично отметил, что трое захватчиков все были в круге, то есть они все уехали далеко, и можно было бы гнать. Не знаю, почему ребята решили базу не брать, потому что, а, что там, осталось два танка, конечно, мы тут всей командой лучше, давайте добьем. И что из этого всего вышло, ну, по названию Конкурса понятно, что из этого всего вышло. Тут что-то Конкурор, зазевавшийся, стоит, конечно же, лучше уже голдует здесь по ним стрелять, потому как, ну, совершенно нет возможности уже не пробивать, очень важен каждый снаряд, каждое попадание с уроном. Конкурор умирает, остается два, ну, двухшотные, наверное, все враги, если с Альфой там повезет, может быть, это и шотные будет. Ну, в общем, теперь все, пять врагов осталось, ИС перед смертью успевает добить ИС-8, но это все, что он успел сделать, и теперь уже выход, собственно, нашего героя. Теперь самое интересное. В Чаффи сразу же он врезает тоже голдой, поскольку тут не разберешь, кто первый выйдет, 103-й выезжает, мажет. Вот враги, когда торопятся в таких ситуациях, это выглядит прямо так наивно, что они стреляют без сидения на шару, просто чтобы попасть, и при этом подставляют всю команду. Самые главные здесь, это М-103 и М-704, самые главные противники, которые способны решить весь исход боя, но они играют настолько, скажем так, несерьезно, как и артиллерия врага, что тут прямо даже не знаю, что и сказать. Ну, а что мы смотрим? При этом всем, почему-то Саша думает, что сейчас кто-то с ледника заедет, хотя кто бы это мог быть, неизвестно, потому как ИС-704 и ИС-6 я бы тут не ожидал, но он делает при этом всем абсолютно верно. ИС-6 все это время взял и объехал понизу. Вот так вот, то есть такое буквально чутье, вот лично меня бы оно подвело, я бы тут, наверное, бы с М-103 пытался сражаться лоб в лоб, но все же наш герой почувствовал каким-то своим там шестым-седьмым чувством, что сейчас нужно обязательно вернуться, и это все буквально решило. Если бы ИС-6 подъехал ближе к нашему герою, когда он сражался бы там с М-103, то мы бы ничего не посмотрели, никакого хорошего боя. Вот так вот чутьем каким-то, не знаю, он все тут решил. Ну, теперь уже шотные враги всякие, Чаффи к М-103, конечно же, кумулятивом в М-103 нужно добить, и Чаффи, тут уже ничего сложного нет, не знаю, зачем Чаффи так делает, но просто взял и умер. Хотя мог бы, не знаю, что-нибудь придумать, спрятаться за 704-го, который, к слову, пока неизвестно где. Светился он на балкончике, в самом начале буквально боя, потом таки не появился нигде, хотя вот дырка в корпусе как раз в нашей 54-ке именно от 704-го. Ну что, тут уже к гадалке не ходи, где враг, начинается захват базы, Саша опять возвращается, и вот тут самое, не знаю, самое тоже, наверное, ключевой момент, потому что, смотрите, что будет сейчас происходить. 704-й может целиться только в какие-то жалкие там пиксели командирской башенки. То же самое делает и Саша, но он попадает, потому что там торчит какой-то, я не знаю, что верхняя часть корпуса, но все же, вот сейчас попадает в маску, не очень удачно. 704-й вообще решил уехать, подставляет в борт еще нашему герою, но тот слабо, я уж не знаю, за кого болеть, не успевает выстрелить, не перезарядилось орудие, а вот теперь уже есть все шансы здесь разобраться с обидчиком. Самое главное здесь не ступить, самое главное не вылететь прямо в лоб в лоб. Саша абсолютно верно принимает решение, нужно подняться наверх, и уже сзади тот самый момент, когда, если вы не знаете, что делать, нужно объехать, нужно поехать в обход, как нормальный герой, зайти с кормы, с тыла, и уже разобраться с врагом совершенно без проблем, без всяческих вопросов. Но все же, это тот самый, наверное, момент, когда и сердечко бьется, и руки трясутся, но все же Саша удается с какой-то там непонятной вертушки попасть 704-го, прыгает с горы, получает там об землю 200 очков урона, но успевает избежать попадания в себя 704-го. Просто красавец. Ну и вроде бы как теперь дело за малым. Очень красивый бой, по-моему, достаточно много сделал наш герой, чтобы действительно занять достойное почетное место в этом конкурсе. 7 фрагов, ну вот будет 8-й, забегу вперед, скажу, 7000 урона, довольно неплохо, несмотря на то, что бой, конечно, в топе, но та позиция, которую он вначале занял, лично мне понравилась очень сильно. То есть, я считаю, что этот бой от начала до конца, он, во-первых, ценен с точки зрения какой-то науки, интересных приемов, так и в конце, когда самообладание и все такое, что и нужно для медали Колобанова иметь, как раз все и присутствует у нашего танкиста. Ну, а дальше смотрим, где же артиллерия. Кстати говоря, в чатике она столько тут всего написала плохого, что я был вынужден вам даже его не показывать. И теперь уже ей как раз по делам абсолютно получить заслуженную плюшечку в себе в рыхлое артиллерийское место. Ну, артиллерия понятно где находится, на базе врага, конечно, здесь даже фантазии никакой нет у артиллериста, он никуда до конца боя отъехать не решался, хотя мог бы, все-таки артиллерия довольно динамичная. Ну, в общем, произошло так, как произошло, все враги, как мы знаем, для медали Колобанова действовали тоже по своей определенной схеме, которая далеко не эффективна и скилловой точно ее назвать не получается, в отличие от действий нашего героя. Ну вот, лампочка, артиллерия, первый, конечно же, с вертушки входит снаряд и второй совершенно без проблем. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, было вам интересно так же, как и мне. На сегодня все, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok